Ребятки всем привет доброе утро вот солнышко сейчас будет вставай мы приехали на то поле в прошлый раз было много уток вечером мы посидели но утки не летели такое было ощущение что не за день наелись и вот сегодня мы с утра самого приехали вот уже димончик успел одну сбить утку немножко на канаве пару штук сидела но еще темно было чего согнал посмотрим может прилетят какие ой а вторая где О какой сележин С полем что? Ворона идет, будем брать Если только клюв длиннее 6 см Тебя пошел с поля, смотри Классический промах Вчера я ездил, смотрел голубей Ну и заодно пробовал манить лося Посмотрите как это было Ай, красавцы О, красивый Отзывается О 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 Как то стремненько А то он корову зовет корова где-то тут осталось в канаве сюда идет на меня стремно а они идут по канаве его даже не видно в канаве дело о корова стоит вот теленок того бычок я его проехал не отходит далеко от коровы вот корова осталась в канаве а он наверху он меня видит коровы не убегают с теленком они спокойно идут по канаве ну около ай красавчик все в кукурузу пошел там они живут вот такая у меня встреча с лосиками приехал посмотреть голубей и вот ну вот слышно было как он стонал а вот на что я только что наступил вот тут шел по дамбе и наступил сапогом вот на такую штуку и стояло две их одна это у нас такие добрые люди с одной стороны вот так вот втыкнуто только вот это торчало а с другой стороны вот это я уже столько раз здесь колеса пробивал вот в этих местах ну раза три точно это мне считай повезло я так бочком ноги ну и так чисто бок сапога проткнул а если полностью всей стопой всем весом если бежать даже тут по этой дамбе например или просто уверенно наступить здесь можно конкретно вот оно тут заостренное себе ногу пробить от заражения всякие бывают ну для кого то это нормально кто то считает что он молодец что типа тут это мои места чтоб никто не ездил пускай знают у каждого своя философия привет тебе если ты смотришь новые ставь хожу пробую как у меня получается или нет манить вот я тут того неадекватного кто смотрел помните неадекватный этот бык который на нас солит побежал вот хожу тут пробую стонать ну пока ничего не отозвалось если что то отозвется то вы это увидите это со мной это я с собой забираю а 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 нет напишите кто умеет тут деревья есть если что наверх полезу на дерево короче смотрите прикол поехал на соседний съезд поэкал думаю специально пройду по дамбе иду вот так вот ногами вот так вот шоркаю видно что нибудь нет вот так вот иду новый раз а тут вот она вот она стоит хорошая а сейчас попробуем посмотрим здесь с той стороны две стояло с этой не знаю может тут одна а блин ну вот ну ну чё вот ну чё за люди а а а вон нашел и вторую хе нашел вторую тоже вот она а ну кому то я точно сэкономил на шиномонтаже волосика подманить не получилось а вот косулька вышла вроде самочка вот мой улов сегодняшний завтра на утку поедем немножко отвлечемся от охоты хочу вам показать набор для ухода за оружием КПСС здесь у нас есть средства для воронения средства для чистки ствола растворитель маска удалитель жравчины салфетки перчатки вот такая еще удобная тряпочка отлично производит эту химию крымское производственное предприятие созвездил моего ружья уже такой достаточно потрепанный завороним его и почистим заодно давно я его уже не чистил так первым делом почистим ружье изнутри а вторым делом завороним пробую немножко залить в канал ствола и тем ершиком размазать совсем немножко отлично конечно запах у нее я вам скажу что ядрененький отлично 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 вот этим ершиком мы ее чистый ствол это средство убирает остатки свинца меди то что нам не нужно в стволе у меня там уже скопилось я думаю что достаточное количество уже сюда чуть-чуть попало вот я просто тряпочкой протираю сразу видно как нагар весь уходит так сейчас будем снимать о свинцовку видно какой он становится все это остается здесь но на сухую вообще свинцовка она просто высыпается когда просто ствол мы почистили визуально явно стало очищено много последнее что нужно сделать обязательно обработать его нейтральным маслом чтобы нейтрализовать действие если где-то что-то еще осталось сейчас я еще так пройдусь тряпкой я уже ствол изнутри протер сейчас мы еще вот обычно так и нейтральным маслом изнутри мы это все дело пройдемся потом опять же тряпочкой прочистим масло уберем пускай пока побудет ну конечно ствол у меня уже подубитый там и раковина есть и спереди тоже уже немножко коррозия ну ружье 12 лет и я особо за ним не слежу ну такой вот я товарищ поэтому время берет свое визуально глазами результат явно виден на лицо заводское начало подостираться в воронение сейчас мы попробуем быстрым воронением его подновить первым делом нам нужно обезжирить как раз у нас есть тут растворитель обезжириватель универсальный даже не растворитель а обезжириватель неправильно я посмотрел сейчас мы им и пройдемся удалитель ржавчины я использовать не буду как бы ружье не ржавое там есть немножко какие-то малые места я думаю что сейчас обезжиривателем это все уберется механическое ружье надо протереть чтобы воронение нормально легло вот оно сразу мгновенно попадает и видно как ствол на глазах чик оно высыхает моментально вот ствол обезжирили сейчас будем воронить защита от детей нанес я два слоя воронения сейчас последний штрих нейтральным маслом это все мы дело смажем и посмотрим на конечный результат обновили ружье конечно не состояние нового но разница явно видна и заметна что было что стало вот здесь где явно вытерто я два слоя нанес видно мало надо несколько раз воронить но здесь все равно у нас деталь которая постоянно трется я думаю что она быстро стерется воронить я не буду а так в целом ствол стал особенно планка видно какая стала хорошо взялась в целом я результатом доволен посмотрим как оно будет держаться в ходе эксплуатации поддерживайте отечественного производителя заказывайте химию от КПСС по ссылкам в описании и дальше смотрите охота так слышишь? ты пройди по этой канаве до скирды туда и потом вдоль дороги по той газет везет что мы будем брать ружье Ну а Чива как раз тут белых гусей погнала. Блин, далековато. Ко мне! Ко мне! Иди сюда! Чива! Иди сюда! Что ты? Землю ела? Вкусная? Рот не закрывается. Принеси! Иди сюда! Ищи-щи-щи-щи-щи! Ищи-щи-щи-щи! Наша! 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 Все, наша! хорошая уточка поищи молодец ну вот наконец-то и первых уточек сбил даже прошел первая поднялась за мной я ее сбил после выстрела уже поднялась только вторая отлично, два выстрела, две утки я ее сбил Классная канава Че утки не сидеть Здесь могла бы Спокойно с ней Ну и перьев даже не вижу Здесь Что у тебя? Что ты назад идешь? Я еще не иду Я пустил канаву Черка сбил на ту сторону канавы Я бы стол забрал Я решил по этой нити Канаве вдоль дороги А на следующую посунули с маслом А там вообще грязь Нет воды Перехожу по Клеверу Сейчас кусочек этой канавы пройду Я понял По Клеверу козел на тебя пошел Не вижу По середине поля По кукурузу бегит А все вижу Так это мы по одной и той же канаве Собираемся идти Макс несет черкала Идут килограмм шелфер Какой в карман положит Эта машина донесет Убой как козел Клограмм 20 Я уже не рассчитывал Утешительный приз Чив Принеси Давай-давай-давай-давай Думаешь я тут могу Перепрыгнуть Ай блин Охренеть вот это я стал Вот это я Нормально Молодец А чего не принесла Надо же было принести А я полный сапог грязи Набрал Возвращается охотник С добычей Заметили тут на канаве уток Сейчас будем пробовать к ним подходить Пришел Замет SS Продолжение следует... 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 Продолжение следует...